Мы с вами помним, город Егорьевск назван в честь храма Георгия Победоносца. Поэтому, посещая Егорьевск, конечно же, нужно увидеть единственный из сохранившихся храмов в честь Георгия Победоносца. И очень символично, что этот храм принадлежит, был построен в 2-й грязь, в 3-й церкви. Да, они преемники вот этой древности, той седой древности, когда вот еще был построен этот первый храм Георгия Победоносца. Они и освещали свой храм только в честь Георгия Победоносца. Но здесь интересная история и конструкция самого храма. Вот, смотрите, колокольни нет, пока ее не восстановили. Если мы с вами уберем вот этот верхний четверик и купола, мы с вами получим огромный дом, который, в общем-то, будет здесь особо незаметен среди двухэтажных или одноэтажных, вот таких вот достаточно больших, построек. Дело в том, что в Георгийске всегда существовала крупная соробяческая община. Но, если говорить, в 18-19 веках, до половины населения города были старообрядцы. И, конечно же, старообрядцы имели, желали иметь свой храм. Но, как я вам говорил, до 1995 года это было крайне проблемой, очевидно, построить настоящий храм. Поэтому Георгийская община достигла соглашения с местной властью, найдя компромисс. Разрешили построить молебный дом, даже очень большой, но с тем, чтобы он не выделялся из отрубающей застройки. Как говорили тогда чиновники, чтобы не было указательства раскола. Никаких крестов, никаких куполов, ничего. Внутри делали то, что хотите, чтобы мы закрываем глаза, а снаружи, чтобы никаких атрибутов старой веры не было. Так и выстроили в середине 18 века. Потом несколько десятилетий действовала церковь. Потом она была закрыта во время гонения Николая Первого. Внутри, внутри открылась эпоха, да, то есть тут прежде всего Егорьевского старообрядческого купечества. А вот когда наступил 1935 год указ о веротерпимости, и старообрядцы мы наконец получили свободу и возможность строить храмы, они достроили храм, нарастил вот этот четверик, в этом русском Петербурге, в западной стороне пристроили колокольню, но в них храм и так уже полностью был готов. Как собор монастырский, как мы с вами говорили, стал одним из лучших православных монастырских соборов Ленинской партии, как этот храм Георгия Поведоносца, к концу 19-го, начале 20-го года, он посчитал одним из самых главных старообрядческих храмов гепархии Егорьевской и Язамской. Существовала такая старообрядческая гепархия, то икон был кафедральным храмом. Но богатство это значит старина. Здесь было очень много столяных икон 16-го столетия, здесь было много очень духовной старинной утвари, и, конечно же, богатой библиотеков. Все это, к сожалению, кануло в лету, и ничего нет, не только в художественном музее, в здравееведческом музее тоже ничего нет, но все это, скорее всего, погибло, когда в 30-е годы храм был закрыт. Храм закрыли, и история повторилась наоборот. Снесли лупола, снесли колокольню, все было не убрасывало, погибло, и в здании устроили дом пионеров, который действовал до начала 90-х годов. До начала 90-х годов лишь один институт здесь пытался заниматься с детьми. Все поросло красивой, лопухами, и когда старообрядцы обратились к городу с просьбой вернуть, церковное здание, бывшее церковное здание город, с удовольствием это и сделал, потому что оно было уже в аварийной ситуации. Восстанавливать город помогал, восстанавливать храм помогал город. Дело в том, что сейчас старообрядческая община в городе невелика, но по корням, как и в Гуслицах, многие старообрядцы, поэтому помогали восстанавливать храм. Он восстановлен, но внутри он достаточно скромен, потому что, конечно, какие-то иконы, которые сохранились, может быть, что-то из этого храма спасли верующие частично, но убранство напоминает то, что мы с вами видели. В храме Густьянова, в Шувое, те же гуслицкие иконы, но достаточно все скромно. Здесь уже внутреннего посещения мы не договаривались, потому что, ну, собственно, уже будет чересчур. Ну, а вы видите, сфотографировать храм Георгия Победоносца в городе Егоревске, конечно же, необходимо. Мы сократим наш путь, пройдем через вот эти ворота, выйдем через калифу. Кто будет у нас последними выходить калифу, пожалуйста, за собой закроем.